Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале, а главное в событиях 23 сентября. Заседание правительства. Исполнение госбюджета за первое полугодие. Основной вопрос повестки дня. Нехватки в стройматериалах и рабочих нет. Продолжаются строительные работы по возведению многоэтажного дома на улице Героев 118. К отопительному сезону готовый лесхоз на начало сентября уже заготовил и доставил дрова организациям и учреждениям республики. Заседание правительства. В этом году был рассмотрен вопрос об исполнении госбюджета Республики Южная Осетия за первое полугодие 2020 года. Доклад представила исполняющая обязанности министра финансов Аза Хабалова. Обсуждена и тема реализации инвестпрограммы текущего года. Отмечено, что плановые бюджетные назначения исполняются без сбоев. Геннадий Бекоев призвал ускорить темпы реализации. Тему продолжит Яна Блеева. Исполнение государственного бюджета за первое полугодие – основной вопрос, который был вынесен на повестку дня. Совещание под руководством исполняющего обязанности председателя правительства Геннадия Бекоева было проведено с участием руководителей профильных министерств. Исполняющая обязанности министра финансов Аза Хабалова представила доклад о финансовых расходах за полгода и программу, реализованную на данный момент. Несмотря на то, что несколько месяцев ограничительных мер и самоизоляции привели к низкой хозяйственной активности, налоги были исполнены. Несмотря на то, что активность хозяйственная была несколько ограничена, тем не менее, пока за первое полугодие у нас особых причин тревожиться не было, потому что собственные налоговые и неналоговые доходы фактически исполнены как положено. Это 49,1, как я уже сказала. И более того, уже по тому, как мы анализируем ситуацию по сегодняшний день, пока доходная часть, то, что касается именно наших собственных доходов, исполняется, в общем-то, достаточно ровно. Особых сбоев у нас нет. Кроме того, речь шла и о реализации инвестиционной программы. Есть надежда, что за оставшиеся несколько месяцев небольшое отставание подправится и до конца года финансовые средства будут освоены в полной мере. Вторым вопросом был вынесен дополнительный вопрос о внесении изменений в закон о государственном бюджете. Произошедшие изменения за первое полугодие требуют небольших дополнений. Исполняющая обязанности министра финансов предложила увеличить доходную часть. Вот этот проект закона, он разрабатывался в первую очередь тем, чтобы убыстрить прохождение небольших изменений, которые связаны, во-первых, именно с тем, что парламент утвердил программу духовно-нравственного развития, то, что касается программы, которая курирует у Министерства образования. Кроме того, как вы помните, мы провели определенную реорганизацию госорганов и были выделены из их состава, помимо функций, также бюджетные учреждения созданы, которые будут исполнять эти функции. То есть речь идет о Центральном архиве РАС, речь идет о Ланском лесе, которое мы создали в бюджетном учреждении. И, в принципе, там меньше было проблем, но часть работников Комитета по природным ресурсам мы перевели в бюджетное учреждение Югостинского заповедника. Членами правительства на рассмотрение был вынесен вопрос и об основах государственного регулирования торговой деятельности. В ближайшем будущем будут формироваться торговые реестры. Все торговые объекты по республике должны иметь паспорт. В функционале Уполномоченного органа по регулированию торговли было упущено утверждение порядка формирования торгового реестра. То есть в статье 5 предусмотрено то, что Министерство экономического развития утверждает торговые реестры, которые необходимы для того, чтобы районы администрации формировали, в том числе город, в свой город, формировали свои торговые реестры, где указывается основная информация о торговых объектах, какой торговлей они занимаются, в том числе и квадратура, которая предоставляется под торговые помещения. И для того, чтобы мы смогли утвердить форму торгового реестра, нам необходима еще и полномочия по порядку их формирования. В Министерстве юстиции проходит реорганизация. Распоряжением правительства к нему присоединяется Бюро судебных экспертиз в управлении записи актов гражданского состояния. Для данной процедуры членами правительства был принят ряд технических вопросов. Все вопросы, вынесенные на повестку дня, были приняты единогласным решением. Президент Грузии в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН сделал заявление, что Грузия не намерен намериться с оккупацией территории Южной Осетии и Абхазии и Российской Федерации. На подобные постоянные и абсурдные высказывания российское и угостинское руководство уже никак не реагируют. Подробности далее. Руководство Грузии не меняет агрессивную риторику в отношении Южной Осетии и Абхазии. Это подтвердило в очередной раз президент Грузии Соломе Зурабешвили в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН. По словам Зурабешвили, Грузия не намерена мириться с оккупацией территорий Южной Осетии и Абхазии и Россией. Сегодняшние реалии президент Грузия характеризовала как замороженный конфликт. По словам югостинского эксперта Юрия Вазагова, президент Грузии ничего нового не сказала. Она следует выработанной за эти годы тактике о выступлении Зурабешвили очередная попытка заручиться поддержкой западных стран. В замороженном состоянии находится не конфликт с Южной Осетии, который был урегулирован и решен в 2008 году, а в замороженном состоянии находятся те оценки и то мировоззрение, которое до сих пор господствует в умах политической элиты Грузии. И вместо того, чтобы как бы смириться с той реальностью, которая вот уже пару десятков лет имеет место быть в Закавказе, они по-прежнему исходят из каких-то старых, не отвечающих реальности подходов и пытаются их навязать международной общественности. По мнению Вазагова, руководству Грузии следует пересмотреть свои подходы к оценке сегодняшних реалий. Те слова, которые она говорила о новых подходах, о новой парадигме, я думаю, что грузинским властям именно в первую очередь нужно пересматривать все свои оценки, все свои прежние догмы и наконец-то признать независимость Южной Осетии и Абхазии. И только тогда действительно в регионе воцарится устойчивый мир, стабильность и реально добрососельские отношения. А до тех пор все эти заявления это всего лишь игра на публику и стремление сделать как бы хорошую мину при плохой игре. Между тем, в своих выступлениях грузинское руководство не забывает изображать заботу о населении Южной Осетии. Тогда как в самой Грузии ущемление прав человека не редкость. Я думаю, что президенту Грузии стоило бы больше внимания обратить на ситуацию самой Грузии, где процветает национализм, ксенофобия и где действительно есть многочисленные факты ущемления прав людей по национальному признаку. И более того, там достаточно четко видны признаки будущих междунациональных конфликтов, которые пока еще находятся в теляющем состоянии, но при каких-то неосторожных телодвижениях со стороны грузинских националистов они очень быстро могут перейти в стадию горячих конфликтов. Поэтому, говоря о каких-то не существующих замороженных конфликтов, грузинские политики могут проморгать горячие конфликты в ближайшем будущем на своей территории. Роза Тадеева, Айда Кочиева, информационный выпуск сегодня. Многоквартирный дом на улице Героев 118 сильно пострадал во время августовской войны. Ввиду непригодности для жилья было решено построить новый корпус. Строительные работы на объекте начались весной текущего года. С открытием Транскама удалось ускорить темпы строительства. Некоторых специалистов пригласили из Северной Осетии. Нехватки стройматериалов также нет. Тему продолжит Эльвира Тибилова. Продолжаются строительные работы по возведению жилого корпуса в конце улицы Героев. На сегодняшний день рабочие трудятся над возведением первого этажа. С увеличением объема работ увеличилось и число рабочих. На объекте работают как местные, так и приглашенные специалисты. К примеру, каменщики. Материалами и техникой строители обеспечены. Содержек в работе наблюдаться не должно, отмечают строители. Строительство первого этажа. Полностью все четыре подъезда. Основные работы у нас кладочные. Кипичная кладка наружных стен и внутренних стен. Работают 32 каменщика. Подсобников у меня 12 человек. В принципе, работа нормально идет. По графику тоже погода позволяет. Строительные работы на объекте начались весной текущего года. Были проведены демонтажные работы, а затем и земляные. Выкапывание котлована для нового фундамента здания. Строительством объекта занимается компания «СТМ-Юг», имеющая хорошую репутацию в республике. С открытием дороги строительство ускорилось. Некоторых специалистов мы пригласили из Северной Осетии. Со стройматериалами задержек нет. Материал завозим из Северной Осетии. Рабочая техника у нас своя, так что никаких заминок в работе нет. До конца года планируем возвести четыре этажа. Разумеется, мы ориентируемся на погодные условия. Многоквартирный дом 118, на месте которого проводятся строительные работы, был частично разрушен во время войны 2008 года. Корпус был непригоден для жиля. Тем не менее, долгое время оставался жилым. Решение о возведении нового жилого дома на месте старого было принято в прошлом году главой государства. Строительство осуществляется в рамках инвестпрограммы. На график стройки повлияла пандемия коронавируса. Окончание работ на объекте строители перенесли на начало весны 2021 года. Эльвира Дебилова, Айда Кочева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Югостинское лесное хозяйство на начало сентября заготовило и уже доставило дрова организациям и учреждениям республики. Работы по заготовке и доставке дров, согласно заявкам из районов, продолжаются и будут выполнены к началу отопительного сезона. Подробности узнавала Анжела Кукоева. Традиционно осень руководители районных учреждений обращаются в лесхоз с вопросами о возможности приобретения дров, чтобы позаботиться о тепле и уюте. Как рассказали в Управлении лесного хозяйства, запросы уже оставили Цхневарский и Цзавский районы. Это в основном районные учреждения КГБ, МВД, МЧС, сельские администрации и некоторые общеобразовательные учреждения. Несмотря на то, что в последние годы все районные учреждения работают в новых зданиях, где установлены электрические отопительные батареи, все равно возникает необходимость в заготовке дров на случай отключения электроэнергии. Дрова уже получили районные администрации селений Деменис, Сатикар, Зар, Джер и Хитагурово. На очереди другие районные учреждения, которые оставили заявки в Управлении лесного хозяйства. И все они будут обеспечены дровами до наступления холодов. Анжела Кукоева, Альдина Чихоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Приятная новость для любителей игры в шахматы. В столице планируется открытие частной шахматной школы «Белая ладья». Открытие шахматной школы – нужный шаг, так как желающих заниматься и обучаться очень много. Репортаж Стейлы Бясровой. Совсем скоро в Цхимвале откроется частная шахматная школа «Белая ладья». По словам одного из тренеров, Георгия Шавлохова, в настоящее время проводится набор учащихся. В шахматной школе могут обучаться люди разных возрастов. Интеллектуальному виду спорта учеников будут обучать высококвалифицированные специалисты. Там будут работать тренеры Федерации шахмат-республики. Набор с 4,5 лет и старше. То есть все могут фактически принять участие в работе этой школы. В воскресенье мы попробуем провести первое пробное показательное занятие. Шахматная школа будет располагаться на улице Героев. По словам Шавлохова, открытие еще одной шахматной школы было необходимым, так как желающих заниматься и обучаться шахматам очень много. В последние годы в республике шахматами начало увлекаться все больше людей. Наоборот, это подчеркивает, насколько интересны шахматы в нашей республике, насколько нашим юным шахматистам, нашим детям интересно заниматься этим интеллектуальным видом спорта. Вообще у нас есть способности к этому виду спорта. Да, вот у нас замечательные бойцы, например, но и в интеллектуальных видах у нас есть целый ряд блестящих шахматистов. От природы у нас есть способности к этому виду. И то, что он востребован в нашей республике, это еще один из символов возрождения нашей республики. Что вот в последнее время у нас все больше секций в школах вводятся шахматы. В университете открыта секция шахмат для Вадима Батазовича. Министерство образования пропагандирует и вводит шахматы в школы. Вот теперь уже и частная шахматная школа, которая открывается. Это очень большой шаг вперед для развития нашего интересного, очень полезного вида спорта в нашей республике. Как отметил Шавлохов, дети-инвалиды и сироты будут обучаться в школе бесплатно. Также, по словам Георгия Шавлохова, 26 сентября в столице Южной Осетии пройдет шахматный турнир, посвященный Дню Республики. Организаторами турнира выступают Комитет по молодежной политике и спорту и Федерация шахмат Южной Осетии. Ориентировочное количество участников мы планируем от 40 до 50 человек. Это будет очень такой массовый турнир. Среди школьников он будет, безусловно, способствовать популяризации шахмат в нашей республике. Участвовать абсолютно все возрастные группы в шахматах такой большой разницы в классе не бывает, как, допустим, в силовых видах спорта, интеллектуальный вид спорта. Здесь тоже, да, есть определенная разница, но, тем не менее, здесь младшего возраста ученики с легкостью будут выигрывать в старших. Турнир будет одним из самых масштабных. В нем примут участие все шахматные клубы столицы и районов республики. Стелла Бязарова, Рауль Кочи, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чуоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова